всем привет продолжаю серию эфиров по астрологии теперь мы будем рассматривать как я и говорил положение луны в различных знаках и для того чтобы как-то эту тематику задавать я решил выбирать те знаки в которых луна находится в текущий день вот но напоминает и не характеристика дня по луне а характеристика скорее людей потому что мне интересно самому работать вот что называется с людьми с их сознанием под сознанием и как я повторюсь напомню вам с прошлого эфира что луна как раз и отвечает за эти показатели в вашей карте вот сегодня луна находится в знаке скорпиона очень интересный знак и мы рассмотрим что значит если луна находится в таком положении вашей натальной карте еще раз краткая такая справка если вы прошлый эфир не видели повторю как определить положение луны заходите в интернет набирайте собственно натальной карты и вводите свои данные из известных каких-то сервисов астрологических онлайн рекомендую сотис или антарес воспользоваться вот и там вводите свои данные элементарные действия я там будет показано знак в котором находится ваша луна и дано короткое описание этому вот и сегодня это возможно интересно будет тем у кого луна находится в знаке скорпиона или просто для общего развития или возможно ваших знакомых есть знак скорпиона и еще такой момент вот если у нас какая-то планета находится в каком-то знаке это так называемое понятие что вас активно этот канал то есть в принципе так или иначе вот например если вас есть что-то в скорпионе допустим плутона на многих но есть целое поколение да вот с плутона скорпионе то есть скорее всего то есть этих каналов каналу многих активен и даже если вас луна не скорпионе то так она активно и значит эти какие-то характеристики вам тоже будут свойственны только они будут проявляться может быть не в психике в других каких-то моментах и еще один вариант если у вас например луна находится или вообще какие-то другие планеты да не за солнце допустим в каком-нибудь цельце да ну условно но есть оппозиция соединение противоположные стоящие 180 градусов это все в натальной карте вас там будет видно там так вас и будет написано например солнце оппозиции плутон и значит ваше солнце которое вообще казалось бы в тельце будет аспектироваться плутоном и иметь все равно качество скорпиона отчасти или луна или другие планеты потому что это часть характеристики передается через аспекты это я все говорю к тому что здорово будет если вот если есть у вас как этом в карте есть скажем аспектация или что-то в скорпионе то эти характеристики вам возможно будет полезно узнать поэтому продолжаем символически луна в этом знаке скорпионе находится в падении но я бы предостерег вас от расстраиваться или например радоваться когда допустим у вас есть какие-то там планеты в экзальтации или обители это не хорошо неплохо это лишь вводные данные как я неоднократно уже об этом говорил вот посему я предлагаю просто принять тот факт что если у вас луна в скорпионе и она там условно вы можете видеть в падении или даже начитаться на некоторых каких-то ресурсах про это дело страшилок ничего такого никаких страшилок нет страшилка это если вы ничего не делаете вот не развиваетесь вот тогда действительно хоть она вас в раке будет тут ну да ладно вот характеристики скорпиона это знак очень сильной психической энергии и соответственно луна который отвечает за психику тут как бы двойное такое получается усиление и это люди с колоссальными психическими способностями на выносливость у них очень глубокие эмоциональные волны то есть сами эмоциональные реакции очень скорпион это водный знак это в принципе вода это стихия эмоций тут еще и он управляется плутоном и иногда считается что марсом это мужские такие активные планеты вот поэтому психическая интенсивность очень свойственна таким людям и иногда они даже людям более таким легким они могут перегружать вот свою вот эту эмоциональную глубиной бывает рядом с ними тяжело ну и вообще с каналом скорпиона у кого есть а вот у кого нет бывает тяжеловато вот это именно давящей интенсивности потому что это скорпион знак иньский он пассивный то есть это не будет эмоциональности вот это вот глубина эмоциональности это будет все скрыто потому что скорпион любит предполагает тайны какие-то скрытые вещи поэтому эти люди которые даже несмотря на всю свою такую эмоциональную интенсивность ее выплескивать не будут они будут просто ее транслировать вот иногда проще можете сказать сказать фонить этим да то есть вот такое бывает но это опять же в непроработанном варианте а если это вариант проработанный то такое свойство еще вот проницательность эти люди словно скорпионе очень проницательно они чувствуют тонкие изменения в эмоциях в реакциях других людей то есть это сейчас инстинктивный знак а поэтому их эмоциональная сфера связана с инстинктами и вот этот проницательность как раз она скорее на на уровне какого-то чуть я инстинктивном таком уровне это очень хорошие показатели для различных психологов психотерапевтов потому что как правило них самих с детства у людей с таким положением луны начинаются какие-то сложности они склонны к самокопанию наверно как никто другой вот в себе разобраться что называется у нас карпионе просто обожает ну если готова да если там грубо говоря не как-то не травмирует не клинит сильно какие-то состояния да вот эти эмоциональные потому что перепады могут быть очень высокие то есть это какой-то такой эмоциональный максимализм то есть там либо все хорошо либо все очень плохо вот но тем не менее возникают такие опять же уроки по гармонизации своей эмоциональной сферы замешанные на инстинктах вот на тонкому то там чувствование и поэтому таким людям когда они с собой разбираются им впоследствии как раз стать психологами психотерапевтами даже психиатрами очень хорошо потому что им сразу как-то понятно что происходит с другими людьми и в психике они чувствуют их сильные слабые стороны поэтому если мы видим непроработанного скорпиона да там солнечного или лунного то это мог быть очень сильные манипуляторы в таком ну как бы иногда даже неосознанные манипуляторы от проработанном это именно психологи которые корректно обходят какие-то вещи и видят что в одном случае у человека вот оно больное место и он помогает ему с ним работать а в каком-то негативном таком варианте ну условно негативном скорее это этап просто развитие они начинают на эти места давить и как бы возможны какие-то манипуляции и прочие вещи им это дается очень очень легко и хорошо у них получается вот но потом они я думаю рано или поздно приходит вот это пресыщение ну плюс мы причин и следственной связи не отменяем кармические да что это потом возвращается если вы долго манипулируете всегда тема с манипуляцией это игра и туда и обратно то есть значит вы сами подвержены там манипуляциям внушением и так далее вот если в эти игры перестаете играть то и с вами это перестает случаться поэтому это такой очень психологичный знак и вот склонный в себе копаться за возвращаясь к описанию зарыться вот это конечно дает сложности некоторым людям вот допустим более легким с такими положением лун тяжело бывает потому что то не начинаете эти состояния себя поднимать но в то же время это знак колоссальные вот эмоциональной психической какой-то силы стойкости и если правильно с этим работать ключ здесь является трансформация потому что для скорпиона канала скорпиона для луны скорпионе очень важен такой процесс как трансформация в данном случае если мы говорим про луну это касается эмоций соответственно все эмоциональные состояния особенно чем они глубже интенсивнее их необходимо трансформировать и благодаря вот этому вот так называем перерождение то есть сначала идет самый низ этой волны до пикового какого-то критического может быть даже состояния по он разрушает изнутри в какой-то степени а потом происходит восстановление и возрождение и вот такие катарсисы в психоэмоциональной сфере основной скорпионе не новость и очень даже показаны почему потому что если происходить не будет они будут создаваться искусственно то есть возможно захочется как раз с кем-то там по скандалить или просто себе самому что-то внутри там накрутить чтобы только вызвать этот катарсис в итоге поэтому я предложил тем людям кто еще это все имеет такое положение не заметил просто давайте выход вот этим состоянием и их специально не генерировать если они искусственно как-то вот создаются это не наверное не самое лучшее лучше пусть это происходит естественно она в любом случае происходит важно лишь понимать как вы с этим будете ну что называется жить да как вы будете поступать что вы будете с этим делать когда вас эти состояния будут и тем самым чем дольше вы живете эти состояния переживаете тем они больше проходят и меньше начинает вас колебать у вас появляется колоссальная психическая выносливости после этого когда вы пережили внутренние какие-то такие состояния да внешне или тем более состояние других людей поэтому они психологи там и психиатры очень хорошие то что их не сносит уже от эмоциональных состояний каких-то там заскоков других людей потому что у них самих есть очень колоссальная резистентность в этом вопросе устойчивость вот поэтому если это луна отстроена как бы гармонично проработана то это колоссальная психическая выносливость которая вот как раз таки направлена трансформации и соответственно когда человек помог себе он может помогать другим это не обязательно будет психологии возможно это в любой сфере да где этот человек будет но вот это глубина такой вот глубина эмоциональной природы она будет будет проявляться и это здорово потом люди они конечно может быть не всегда такие как бы веселые жизнерадостные с такое положение луны да то есть они все таки нежели чем веселые скорее такие сосредоточены какие-то равновешено спокойно и в лучшем варианте или вот немного такие тяжелые давящие свои эмоциональные как сами состояние как-то определить вот если это не проработано да или вообще просто аспектированный сильно плутон когда такие люди не за не обязательно луна просто скорпион начи ассоциируется управитель его плутон является и вот если даже вас карте просто планета плутон выражена сильно да то есть как-то стоит хорошо и имеет аспекта и так далее тогда вот пример такой что когда люди с таким состоянием заходят в какое-то помещение с другими людьми остальные все это сразу начинает чувствовать они чувствуют вот это некое давление что зашел какой-то человек и он как-то сразу все пространство начинает так немножко придавливать а он может даже это не замечать потому что для него это нормально и соответственно когда люди так как обычно и группируется по каким-то схожим наверно по тригоном даже я бы сказала по этим по лунным то есть чтобы луны были в одной стихии то есть понятное дело что лунному скорпиону будет комфортно с такими же лунными водными знаками только более чувствительными и такими помягче да что это рыбы это очень эмпатичность луна в рыбах это очень эмпатичны такие спокойные люди поэтому они понимают глубину скорпион его эмоциональность но в то же время они мягкие это сглаживает либо раки они тоже в какой-то степени луна в раке потому что это очень хорошее положение они могут это гармонизировать и по ним ну тогда понимать что происходит со своим собратом по стихии тяжелее всего наверное будет понять огненным это луном вот и возможно воздушным хотя опять же это как я говорил в предыдущем эфире сейчас повторюсь это мы говорим мы рассматриваем какие-то аспекты положение чистой луны скорпионе или там какой-то другой луны да но если у вас есть аспекты или там по правителям или ну в общем в различные взаимосвязи другие то ваш луна будет окрашиваться еще другими и как правило в большинстве не то что большинстве ну в каком-то да то есть достаточно больше половины верно условно так случае все равно луны не чисто стоят то есть у них есть аспекты какие-то связи поэтому они являются с примесью остальных знаков плюс надо понимать что где луна включается мы помним что луна включается на близких дистанциях когда человеку комфортно когда он уже в каком-то домашнем семейном кругу или там в семейных отношениях или каких-то родственных или он очень просто расслаблен тогда можете оправить по луне а вот на первых каких-то парах он управлять себя по солнцу по его личности поэтому не всегда можно это определить но вот по возвращаясь к скорпионам по этой заряженной эмоциональности точно можно быть понятно вот и она некую несет такую окраску интенсивности и энергичности потому что скорпион это знак еще колоссальной внутренней силы как я говорил и энергии то есть это очень мощный заряд поэтому иногда таким людям даже самим собой может быть тяжело из-за этих состояний из-за того что это все происходит потому что много потому что поднимается много и как раз таки поэтому и трансформация то что по-другому там какими-то легкими вещами там не знаю чтобы помогло воздушной луне допустим переключить внимание пойти развеется да это для луны скорпионе это совершенно не то что нужно сделать то есть там нужно проводить серьезную глубокую трансформационную работу с собой то есть например там сделать но я могу из своего какого-то ми рассказать какие-то вещи то есть практику какую-то сделать серьезную ехать например там куда-нибудь на ретрит на 10 дней или там что-нибудь пойти на практику которая очень будет выматывать но этот пример и просто из моего мира про практике что-то мне пришло для кого-то это возможно просто комит одиночный поход там или еще что то да то есть вот такие вещи то есть просто пройтись в не знаю там по улице пару километров и развеется не подойдет это подойдет там луне в весах например или там близнецах допустим но несколько пионе такие вещи не подойдут вот то есть тут нужно что-то именно посерьезнее чтобы за забрало и тогда эти состояния снимутся то есть для таких состав но это вот поначалу потом гармонизуется гармонизируется и вот и такие люди уже потом к ним когда люди не особенно к ним тянутся люди с нестабильной психикой которым нужно вот это ну к проработанным конечно иметься скорпионам которым нужно вот этот устойчивость вот это вот опору это внутренние силы и когда у людей не какая-то эмоциональной лоббильность или еще что то они вот таким лунам подсознательно ну к тем же там психологом и психотерапевтом тянутся потому что они чувствуют что многому как бы можно опереться да как-то на это вот и поэтому эти люди могут быть вот такой какой-то если не работать в этих сферах то просто быть опорой и поддержкой для людей эмоционально не каких-то нестабильных вот но и тут уже дело наверное не в знаке скорее в аспектах да то есть если у нас пиксировано какими-то такими вещами как ураном там или марсом да если есть напряженные аспекты вот их конечно бы надо как-то успокаивать что называется вот будет интересно если из тех кто смотрит из вас уже осознался что луна скорпионе вас можете написать либо сейчас комментариях ваше мнение как он живется с этим да либо вы можете написать если вы смотрите в записи а потом мне в директ и я постараюсь как-то потом а если вы хотите диалог до продолжить я могу ответить да может быть какие-то советы дайте если у вас есть запрос на проработку этого положения потому что оно незамеченным оно скорее всего не останется то есть с это же еще план положение очень хорошо для помимо различных психологов это для медиумов для каких-то вот оккультных таких вещей то есть я не знаю насколько кому из вас это актуально но если какие-то такие склонности есть вот к тайным к загадкам каким-то таким около магическим практикам магическим в широком смысле слова то есть мы не говорим там про колдовство там или фильмы нет магическое это просто взаимодействие с реальностью на немножко другом тонком уровне нежели вот как обычно она считается и водится вот это более тонкое восприятие реальности возможность не просто воспринимать а еще как-то в этом активно участвовать проявляться поэтому для лунных скорпионов это тоже отдельный пласт их может вот тянуть в какие-то такие вещи но тут главное не заигрываться и совсем не включать вот темную сторону скорпион это манипуляции потаенные какие-то действия скрытые игры какие-то вот такие заговоры там интриги всякие то есть тут надо быть особенно женщинам осторожным также это знак скорпион еще сказать там же большая жизненная сила она замешана на инстинктах и в том числе на сексуальном то есть это колоссальная сексуальная энергия соответственно люди с таким положением вот а как правило это зависит от года но я думаю если вам там где-то 25 35 где-то там ну 30 не 534 на где так там еще и плутон находится в этом знаке вот это еще накладывает а если это соединение с плутоном то это двойная интенсификация скажем так вот и сфера сексуальности скажем это она тоже очень важно она проявляется так активно и имеет значение жизни человека и поэтому и на этой почве тоже возможно какие-то особенно поначалу какие-то чрезмерные либо излишества либо накручивание либо комплексы какие-то далее то есть какие-то истории связанные с сексуальностью потому что когда я много когда это интенсивно ее тоже нужно трансформировать и естественно я могу порекомендовать практике по трансформации и сублимации сексуальной энергии это тоже очень важно для скорпионов вообще всех мастей лунных в том числе потому что это такое сильное ядро такой сильный колоссальный заряд энергии которым иногда просто тяжело управлять если он ударяет в психоэмоциональное состояние или еще как тот как скорпион они еще любят что-то накручивать там дополнительно как-то утрировать какие-то ситуации вот они получается что из обычной ситуации могут сделать еще какой-то более более такую интенсивную это иногда им самим из этих своих клубков от которой они закручиваете тяжело бывает выпутываться посему нужно и это подогревается сексуальной энергии еще тут всевозможные варианты то есть лучше рассматривать конкретные случаи чтобы сейчас я стараюсь больше таки обобщенную какую-то и держать в общем сублимация и трансформация своей сексуальной сексуальной энергии тоже очень важно я призываю всех людей с каналом скорпиона проявленных это делать но не как правило сами уже догадываются еще это на этой почве то почве интенсивности бывает часто категоричность максимализма в энергетике и в психоэмоциональных состояниях и в каких-то проявлениях поэтому тут еще важен вопрос такой как умеренности баланс то есть нужно узнать скажем так насколько у вас это проявлено и скорее всего тем для вас актуально не стараться прийти здесь баланса чтобы было все-таки поспокойнее тогда и трансформация легче будут происходить вот этот такой как бы путь процесс тем не менее он приносит свои результаты и как я говорил вот в дальнейшем дает колоссальную какую-то жизнестойкость и психическую вот такую стабильность хотя волны и состояние будут проходить это неотъемлемая часть такого положения но тем не менее не буду же наверно так сильно может быть на жизнь влиять вот и будет колоссальная выдержка вот что окружающие оценят вот такое вот интересное положение про волны в скорпионе отчасти это можно сказать и к сегодняшнему дню до что она у нас находится сегодняшний день она где-то 2 с половиной дня в знаке прямо на стрельце будет там и так далее поэтому можно не привязываться вот хотя можно и привязываться то есть это у вас то вот это конечно интересно поэтому я буду рад вашим комментариям вот записям директ по поводу этого если вас луна находится в таком положении это очень как бы здорово я считаю поэтому благодарю вас за внимание вот и выходите на связь всего доброго